здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа с большой буквы в студии я ведущий александр гурарье и политолог дипломат экс посол израиля в россии и украине цви маген цви здравствуйте здравствуйте у нас в политической жизни несколько раз уже звучали такие громкие заявления сначала от нашего премьер-министра бенемина натаньягу о том что он это было еще вот буквально несколько месяцев назад перед теми выборами что он вот сразу же вот если его изберут снова аннексирует иорданскую долину аннексия потом вдруг появилось сообщение о том что нет ничего аннексировать не будут потому что это вообще американцы вроде не поддерживают и сейчас перед новым витком выборов его соперник бенни ганс руководитель партии а кахол лаван завел что и мы хотим аннексировать иорданскую долину так вот вопрос мой следующий почему они во первых хотят ее аннексировать и что это такое как это аннексировать понял ну юридическую водоплеку оставлено на десерт если придется вообще политический вопрос почему партия ганса и и натанья вот так иначе затрагивает от вопроса сейчас преддверии выбора тоже понятно понятно поэтому мы будем сейчас разбираться на начнем с вашего вопроса потом посмотрим куда то нас заведет свое время весь этот комплекс географический комплекс то что сегодня называется западный берег или палестинская автономия и же с ней так иначе потом голландские высоты весь этот комплекс территориальный комплекс был в руках израиля с начиная шестьдесят седьмого года и были затронуты разные вопросы и версии решения этих вопросов кому-то принадлежит что с этим делать готовы ли мы на то или иное решение его предыдущем поколении так далее это непростой вопрос уже тогда было более или менее определено что еще я говорю еще до то что называется процесса осла и будет ли создана и палестинское государство на территории как таковы рассматривались из геополитической и стратегической точки зрения тоже во всех этих рассмотрах например помню было свое время план алона был такой министр и голландом который дал свой план и в этом плане всегда фигурировала вот та или иная территория она необходима для обеспечения безопасности страны в данном случае именно иорданская долина она такой я таковы являются самая длинная граница израиля на граница с иорданией и если израиль там не будет присутствовать то открываем эту границу всем начиная от не знаю кого там за местных скажем беду из контрабандистов ну да и через исламские разные там и организации доходя до через иорданию и рак до ирана так что эта граница практически будет она жизненно важная буквально одно слово как эта территория оказалась под израильским контролем 67 году да но не все наши зрители знают что такое 67 год здесь мой год война на трех фронтах параллельно с египтом сирия и иордания все три совместно и договорившись начали войну против израиля не начали изра начал первым якобы но все три были сговоры и вступили в эту войну включая иорданию которая владела весь всем западным берегом нынешней палестинской автономии и этой долиной которую они между прочим тоже захватили в сорок восьмом году это был английский мандат это это была ничья территория это делили эту территорию так или иначе потом началась война за освобождение сорок восьмом году и она кончилась тем что она сама по себе началась или кто-то начал сразу 7 арабских государств объявили войну в тот же день как маленькая ремарка да и в тот же день значит объявление о независимости государства было начата скажем вот целая серия атак до этого еще была война с палестинцами которые подняли бунт изнутри еще при английских при англичанах на этой территории ну и конечно этого она кончилась победоносно для израиля и он так иначе захватил те или иные территории эта территория не была освобождена или захвачена как хотите она стала в руках иордании иорданская армия в то время практически английская армия или английской подготовки была на хорошем уровне решили не продолжать эту войну раз готовы идти на перемирие оставляем им территорию это было полу иерусалима в их руках и это было вот то что называется на незападной береги и иорданская долина шестьдесят в этом году когда началась война была предложена тогдашнему королю хусейну не начиная с нами не не местными дело плохо кончишь не начиная сейчас египтянам египтяне с нами разбираются а вы лучше оставайтесь в стране он не понял намека и пошел открыл огонь и начал наступать на израильские позиции и это кончилось для него плачевно в течение двух дней не было уже иорданской армии вообще и в частности на этой территории израильские войска стояли на границе не на границе на реке вдоль реки иордана это и есть иорданская долина что называется это идет от озера тверианского тверианского озера корта кенарит на севере и до мертвого моря на юге это вот такая долина и она является ныне граница с иордани потому что там стояли израильские войска этом стояла иордания взор даже не пошел и весь комплекс территорий на западном берегу оставил под вопросом во всех израильских предложениях решения этого вопроса да или нет палестинское государство да нет такого рода палестинская автономия неважно как всегда поднимался и подчеркнулся вопрос в чьих руках будет иорданская долина и был вообще есть общепричный консенсус в израильской системе все поколения с тех пор уже много лет что в любом при любом складе при любом решении вопроса эту границу эту долину следует оставить в израильских руках или под израильским контролем даже не обязательно в руках но они подняли допускать туда души до жизненно важные рубежи которые нельзя не допускать туда скажем другие государства или другой чуть чужой армии потому что в конце концов напоминаю что но естественно израиль рассматривался все эти годы как свою территорию именно для этих целей были там и были есть поселение израильские поселения там но формально начиная она принадлежит палестинской автономии илиma не чья она ничья из которой был были подделено палесте палестинские территории якобы западного берега были поделены есть которые походятся под контролем палестинской автономии это временное решение все равно оно существует это есть соглашение осло есть есть территории abc что называется Есть территории, которые находятся в переходной стадии, которые под израильским контролем. Это под израильским контролем. И все эти годы так оно и было, но в последнее время есть программа Трампа, что называется «Сделка века», которая еще не была озвучена. Но Трамп высказался в последнее время по этому вопросу и сказал, что да, он признает право Израиля на эту территорию. Кроме того, что он уже признал Иерусалим как столицу государства и признал голландские высоты как территорию Израиля, как аннексированную территорию, на которой Израиль имеет право. То же самое он высказался по Иорданской долине, хотя не было ничего оперативно сделано. По этому вопросу поднялся весь нынешний сыр-бор, что вот когда мы ее будем формально присоединить. Это не аннексия, это уже присоединение, объявление. Ну это в какой-то мере на международном дипломатическом языке это аннексия, но она подтверждена, скажем, в данном случае Соединенными Штатами, и этот вопрос поднимается на уровень всех ближневосточных европей. Мы уже тогда, вот пару месяцев назад, завели, что нет-нет-нет, мы не будем, потому что это нарушение международного права, там что-то такое. Это не так было сказано, это несколько раз. Есть в израильской системе разные мнения по этому вопросу. Левый лагерь, чем левее... Нет, речь была не про израильское, а про американцев и про международное сообщество. С ними нет никаких проблем. Они просто сказали, что пока весь вопрос Иерусалима и голландских высот, которые уже в наших руках, и Роданск-Кадырини, составная этой сделки вверх. Большая сделка. Да, сделка еще не объявлена. Поэтому тут вопрос скорее технический, чем принципиальный. В конце концов, они же не объявили, что еще будет дано Израилю, и чего требуется сейчас от Израиля, между прочим, не так мало требует от Израиля. Но это еще ничего не было заявлено по этому вопросу. Поэтому это вопрос пока открыт до заявления. Да, но палестинцы сразу же сейчас опять заявили, что это безобразие, начали обращаться в международные организации, но странная получилась ситуация. Что-то на них никто не реагирует. У палестинцев в последнее время проблема. Вообще. Они перестали быть центром внимания или центром интереса ближневосточных вообще всех проблем. За последние годы мало чего там творится в нашем регионе. Это не основная головная боль. Поэтому общее внимание со стороны соседних государств и международной общественности направлено в другую сторону. Ну что там, например... То есть даже европейцы не высказались, и россияне не высказались, и американцы. Поэтому и палестинцы разного толка, потому что их там две, это одна, это анклав в этой газе, еще отдельно взятая автономия. Но они там пытаются раскрутить какие-то там кризисы или скандалы, или там для привлечения внимания к своим интересам, и у них проблемы. Это одно. Но потом, та же сделка века, которую мы упоминаем, она не признана палестинцами. Они в тот же момент, когда было заявлено о намерении Соединенных Штатов о проведении какой-то там, условно назовем, сделкой века, они отказались вообще разговаривать с Соединенными Штатами. По любому вопросу, в частности, поэтому. Но Соединенные Штаты, да, разговаривали со всеми соседними государствами, и с ними договорились о реализации этой сделки. И они подтверждают то, что там сказано. Мы не знаем, о чем они говорят. И у палестинцев проблема теперь. Они говорят, что все, что там сказано в этой сделке, неприемлемо, включая, естественно, этот вопрос, а то, что он уже реализуется, тем более. Мы ни его, ни других вопросов тоже не принимаем. Но там проблема, которую надо будет решать потом всем миром, и будут ее решать. Теперь израильской страны, кроме всего уже сказанного, ее интересов, и стратегических, политических, и так далее, есть еще интерес внутриполитический. Кто первый сделает тот или иной ход для того, чтобы это было зачислено ему, скажем, в позитив, условно скажем, во время выборов. Предвыборное, да. И поэтому теперь поднимается вопрос именно в этом контексте, но я сказал все, что умел сказать, как говорят, по этому вопросу вообще. Но это, значит, будет определенный прецедент, и причина, почему, допустим, не выступает, например, та же самая Россия, потому что в противном случае трудно будет потом говорить про Крым, да, то есть если они сейчас выступят против Крыма. Господин президент Путин обменяется мнением, например, с Аббасом по этим вопросам, вы что не присоединяете, я готов присоединиться, поддержите, и так далее, и так далее. Я буду с вашей стороны присоединяем. Не обязательно, но да, можно сказать и это, допустим, так. Но достаточно много других вопросов. Но на данном этапе Крым. Крым проблема, потому что Крым аннексирован Россией, которая считает, что это ее территория, мы тоже считаем, что это территория, называем всю эту территорию своей исторической, идет спор как-то рассматривать. Кроме Крыма есть еще другие территории, которые находятся ныне под эгидой России, и по отношению к которым есть претензии сопредельных государств. Получается, что Израиль с Россией находятся в одной лодке. Ну, не только, если начнем рассматривать, то почти любое европейское государство находится там же. Начнем с Польши. Это уже не лодка, оно и в Ковчег. Да, Польша утверждает, что Украина и Беларусь держат ее территорию, я ошибаюсь. Наоборот же, немцы утверждают, что поляки держат пол их государства, это бывшая Германия, которую надо когда-нибудь вернуть, и нет. Нет, это договор о нерушимости границ. А, договоры, я забыл про договоры, да. Я говорю теперь о претензиях, не договорах. А договоры, они существуют, мы их понимаем. Они существуют для того, чтобы их нарушать. Правильно сказать. Дипломатия сложная наука, но тем не менее. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, программа с большой буквы. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...